Виноградные революции угрожают официальному Тбилиси грузинские фермеры. Эпицентром протестов стал регион Кахети, родина грузинских вин и виноделия. Местные жители жалуются на заниженные закупочные цены на виноград и обращаются за помощью к правительству. Власти в свою очередь заявили, что за митингами стоит оппозиция и бывший президент Грузии, а ныне губернатор Одессы Михаил Саакашвили. Подробности в репортаже Марта Ардашелия. Большой фермерский протест. Эти люди в самый разгар сезона сбора урожая бросили свои виноградники и вышли на улицы. Они выступают против ценовой политики частных винных компаний. Урожай 2015, который порадовал своим обилием, судя по всему, прибыли не принесет. Виноградари требуют повышения цен на произведенную продукцию и указывают на ответственность власти. В решении давно наболевшей проблемы. Никаких ультиматумов. Наши требования вполне реалистичны. Пусть правительство пересмотрит цену на виноград, пересмотрит свою политику по отношению к нам. Нам нужно и виноградники содержать, и чтобы на жизнь оставались средства. Событие в Кахете – главная тема заседания правительства Грузии. Сегодня премьер-министр не выбирал выражений, описывая свои отношения к недовольным крестьянам. Иракли Харибашвили усмотрел в происходящем не социальный протест, а козни оппозиции. Глава правительства обратился к депутату от Единого национального движения с требованием прекратить деструктивные действия в регионе. Традиционным адресатом обвинений премьера стал и лидер оппозиционной партии, ныне губернатор Одессы Михаил Саакашвили. Я знаю, что один из депутатов по фамилии Гвиниашвили, который в течение нескольких лет был губернатором региона Кахетти, пытается доказать свою верность одесскому губернатору. Едет в регион и активничает. Хочу обратиться к правоохранительным органам и лично главе МВД. Прошу вас, проконтролируйте ситуацию на месте, чтобы у населения не возникло каких-либо проблем при сбытии винограда. Этого провокатора нужно остановить. Если на месте кто-нибудь попытается дестабилизировать ситуацию, действуйте в рамках закона. Пока премьер призывал вернуться к сбору урожая, недовольные крестьяне в Кахетти перекрывали автомобильную дорогу у здания местной администрации. В ходе потасовки досталось депутату Хвиниашвили тому самому, что получил нелестные характеристики от главы грузинского правительства. Оппозиция со своей стороны, конечно же, отрицает всякую причастность к акциям протеста. Но политизация вопроса противникам власти очевидно выгодна. На экстренном брифинге лидер парламентского меньшинства Давид Бакрадзе призвал чиновников к действию. Вместо того, чтобы позаботиться об урегулировании проблемы крестьян и обеспечить поддержку нуждающемуся населению, премьер-министр поручает полиции задержать мажоритарного депутата одного из районов Кахетти. Только за то, что тот исполняет свои прямые обязанности и стоит рядом с собственными избирателями. Его примеру стоило бы следовать властям. Грузия – страна без нефти и газа, зато с виноградниками. Это южнокавказское государство знаменито своими винами. И, по мнению специалистов, при мудром развитии индустрии многого может добиться на мировом рынке. Но это в перспективе. А пока урожай 2015 года под угрозой срыва. Спрос диктует предложение. Главная истина – рыночной экономики. По официальным данным, экспорт грузинского вина по сравнению с прошлым годом сократился до 45%. А значит, цены на виноград резко снизились. Ситуацию не спасают и субсидии в размере 42 миллионов долларов, выделенных из государственного бюджета. Марта Ардашеля, Тбилиси, специально для РТВА.